господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным номер триста двадцать один события дня филиппинцам 1 22 если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу то не знаю что избрать 28 октября 2016 года говорят мужа была тот эпиграф а зачем его повторение мать учения 2000 лет эти слова вот я лично считаю евангелие 54 года и как будто каждый раз как будто первый раз открываю здесь необъяснимая сила слова божия слова божие вот интересно я когда слове божьим думал дьявол приступает господу иисусу христу три искушения которые подробно в братьях караматов пётр михайлович достоевский будут объяснять все соблазны мира сконцентрированы в этих трех но господь ему мог каким угодно словами ответить от его будут слова но он ссылается христос только на библию написано три раза поступает эти раза написано и почему сатана ни разу не возразил как сейчас гордо мало что написано бумага все терпит и отсюда сделал вывод что он отступал он не мог ничего возразить и он знает падше с неба хирургим что это слово божие а какое моисей говорил какое на слово божие это и дальше на руках понесу тебя там псалтырь приводит и сатана не боится приводить живые помощи читает сказал как бы искушая господь ему словом божием значит в них какая-то сила я представляю как фильм показывали как моисею бог давал заповеди и как лазерный луч вокруг идет горы на скале и оплавляется камень скала вот видимо такая сила слова божия написано написано вот как это оплавлялась скала на его прожигает и он отступает ну и далее ставлю ролик михаил кальмаев составил посвящается всем ушедшим из православной церкви вот если здесь прямо здесь я не знал подсказали мне курсор навести вот на это синее где и контур нажать и держать ну и смотрите я только нажимаю она сразу скинет туда на это тут вот я сейчас на нажал его контур сейчас ну это в другом месте курс вот нажал контур и сейчас нажимаю на этот смотри сразу лишь как помутнел как-то маленькая вот и все вот он посвящается всем ушедшим сразу выкинул этот вот она вот мы как беседовали вот здесь видать андрусенко голендухин степаненко марьясов потеряете были господь привел принять святое крещение вот даже вот она при желании все это сдвинется с места пойдет пока выключу показать так вот нам филипписам 129 дано ради христа не только веровать в него но и страдать за него ну веру это все как бы веруют а страдать то как за христа страдать за слово его любите меня соблюдите заповеди мои христа то нет заповеди остались он в один как бы воплощен ну так это написанная заповеди ну согласитесь вот и живем на одной лестничной площадке с александром сергеевичем пушкин мы каждого-то здорово саша как дела все ладно тут наташа болела 5 ребенка родила и ну все пошли дальше но не считали бы ничего или мы его никогда не видели не знаем живем другом столетии но считаем что он написал когда мы его лучше его знаем рисунки его рассматриваем и так вот слово божие все я хочу с вами познакомиться от некоторых пишут потеряю купреха дачу ехать ролики-то смире смотри смотрел в иерусалим ехать а зачем ехать святые места такую муку такие средства такая опасность а тут выставлено фотографии все абсолютно что ты только желаешь я сегодня покажу где это можно найти 1 петра 4 13 радуйтесь да и явление слава его возрадуетесь и восторжествуете радоваться все что господь дает это твоего благодари вот у нас как одеты но много ли таких храмов православных где был вот такой порядок стройность чинность почему златоуст говорил наведи порядок устроить тишину тогда только священник начиная богослужения сегодня ничего не поймает проход не понимает проходной двор торговля шинок вертеп торговый торговая точка комок и вот зашел один муслим ну муслим мусульманин вы православные или вопрос интересно то что ваши женщины одеты также как наши мусульманки ну вот видишь как их мусульманки они очень благочестиво мусульманки одеваются вот я мы были ехали в турции все буду ни одной нету старые молодые все мы были во франции париж город то вроде бы не мусульманский идет мусульманка черная арабка такая солидная ну просто видно как наша дома и платье у нее до полу и одета и хиджабе находимся мы в болгарии софия нам в машине едет женщина я голову повернул только ну прям рядом это с тротуаром мусульманка сидит одета хиджаб за рулем я вот так руку груди поставил и пока поклонился и показал как хорошо она мне улыбается открытым ртом такая скромница ну как они одет этот посмотри даже приехали в иран играть российские мини футбол ты и заставили хиджаб надеть надели ну правда брюках играют а на головах то волосы скрыто это для нас не проблема не люблю это слово проблема но и сказать четвертый раз ездит и наши девчонки все в хиджабах или ходит здесь она все открыто вот воротник он должен застегиваться как ну как кольцо вот надета на шею как кольцо нет обязательно не сходится и далее поползло вниз груди еще ниже грудей стрелкой туда идет и выступает которая диктор точно так же одета ну на вся грудь открыта как они не мерзнут но день-два уже все это надоело нет вот сиськи развеся ставить все голышом сказали лишь бы соски не были видны в америке соски не были видны одноденет там какой-то треугольничек или час трусов нету там это ниточка какая-то на заднице ну чё это нормально и вот одни задницы и груди задницы и груди выставляют не противно ничего до твоего то там ничего нету бог дал ваши женщины одеты так же как наши мусульманки ну кому еще это могут сказать наша община особая она уникальная во всех отношениях владислав ковачев это христиане одеты по-христиански алексей култышев доброе утро уважаемый отец игнатий в огромной радостью видимо здесь надо было мусс поставить радостью смотрю ваши ролики вам нет замены да вот я не согласен алексей замена всегда найдется когда убивали стефана говорили может быть замена нет написано и был плач о нем великий плащ плакали а на его месте родился павел и сказать что павел был меньше стефана никто этого не скажет георгий вот интересно кто он такой георгий но вот пишет интересно пишет прости меня боже но мне видится что иерея ныне как суеверная всеми путями очень желает чтобы под их давлением и уговорами втиснуть верующих человека в семинарию или в монахи боюсь что слова христа относятся именно к ним и сегодня лицемеры что обходите море и сушу дабы обратить хотя одного и когда это случится делайте его сыном геемны вдвое худшим вас они рассуждают так мы священники и мы правы и мы церковь христова а что христос сказал что создам церковь мою свою здесь это и врата да не одолеют ее вот и считают что от их не одолевает хотя христос когда говорит о церкви своей что врата да не одолеют ее то имелось в виду его учения а они считают что конкретно о церкви как освященника и епископа иерея нынешний очень плохо знают евангелие изредка может и вспомнить какой-нибудь стих чтобы применить в диалоге мне так кажется что нынешняя структура церковная направлена не на евангелие она традиции обряды и когда выходят из семинарии то у них главное то что у них есть право исполнять то то и то то и этим довольствуется и становятся очень важными в своих глазах и перед другими что кроме них не имеет права никто а кто благословил молиться по четкам а вот четки а кто благословил ошалели совершенно от этих благословений как александр шмеман говорит все уже протухло уже все провоняло это александр шмеман говорит но евангельского и христианского очень мало в них то есть много преданий много традиции да это то не знаю традиции ну традиция русская женщина когда ходила в брюках это был позор тут бы не знаю каждый пастор на нее пока сегодня все и храм приходят все эта традиция но американская традиция это у вас не 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 русская совершенно народом не занимаются так только стоят как на работу приходят лишь бы горит кадила в руках ходила как петух горит про кукарекова там хоть век не святой говорит что-то смотрю выступает священник такой речисты а из храма в храм люди идут и идут во время богослужения ты закрой дверь то зачем они выходят туда-сюда на евангельско-христианского очень мало в них так и растет самомнение что без них никто не имеет права что-то сделать они выходят из семинара не священниками а скорее всего начальниками которые имеют право на благословение народа и совершения таинств за грехи человечества господь не взирает на то в чем одет человек в рясу или пиджаке он как говорит порок оси вот видите значит это он знает где пророк оси что сказал значит этот георгий библию считает что будет с народом то есть со священником и накажу его по путям его и воздам его под делом его нет не соглашаются говорят мы священники нам господь дал власть на земле делать то что считаем нужным что разрешим то разрешится вот так вот вот и допускает до полной дезевангелизации и себя людей я думаю что паства становится такой насколько священник работает с ней ну каков поп таков приход поговорка впрочем паства не имеет перед глазами ни примера действий на что подражать не теоретически не может усвоить разум своим из-за непонимания языка все что говорится в храме на богослужениях вот и оказывается что паства не получает толчка с места никакого не происходит абсолютно никакого изменения не в разуме не в действиях вот с австралии один зашел и говорит то же самое пишет с великобритании с америки то же самое везде везде по всему миру вот это вот профессионалы а в чем до них знаний библии не в исправлении народа православные не православные они чем друг от друга не отличаются везде и воюет и убивает православное православных украина православная майдан православный там свой наворачивает филарет едет за оружием в америку ну маленько откройте глаза православия то никакого и нет уже меня никогда не спросили сколько раз я отвечаю злом на зло как я отношусь к сварливым и злым людям как я реагирую когда меня обзывают и так далее видимо на исполни вопросов только 2 задают и те не касается заповеди господне как часто исповедовать и причащаюсь вот два вопроса вот исповедовать и причащаешься вот как заколдованный круг и теперь причащие поиграет аня так я тебе не дам причащие а теперь часто не причащаешься отлучились за это шалели совершенно канонley отключают от причащии они за то что не причащающе все и человек исповедуется и причащается всю жизнь, так и не изменив себя, так и не узнав, что главное в христианской жизни. Это исполнение животворящих заповедей Господней, без которых и причастие бывает в осуждении, и многие становятся больны и немало умирает, по словам апостола. Это потому, что людей держат непросвещенными Евангелем. Священники не рыхлят сердца людей проповедями Евангелия перед причастием, а причащают людей, то есть сеют семена на почву каменистую, где нет и не может быть никакого плода. И кто в этом виноват? Вот если слово разрыхляет, это Иоанн Златоуст говорит об этом. Значит, и Златоуст и считает. Вот, когда Бог делил землю Израиля, где они пришли в землю хананскую, то 12 колен, а у делов-то 11, ливийную колену-то нету, а как, они при храме, все должны отдавать десятину. Или нанесут, когда там груды, груды, груды всего. А значит, почему не отдал? А они, говорит, не землю обрабатывают, а сердца людей даже языком разрыхлять. Вот откуда это выражение. Никакой заботы и трепета перед делом Господа. А абсолютно точно. Расставляет вопросы и ответы так, чтобы им было удобно. Батюшка, когда касается дела поработать, говорит, не имею права работать. Откуда они тебя взяли? Ну, раз не имеешь права работать, молись батюшка в келье своей. А он там и не молится. Замечен в грехе. И говорит, да мы тоже люди. Мне ничто человеческое не чуждо. Стоит и романах, и рядом жена, и дети на крыце. Сегодня, если епископ не женатый, это уже здорово, как Зоя Крахмальников говорит. Как работать он священник и не имеет права. А как согрешает он тоже человек, как и все. Уровень размышления и иреев, и знания их Евангелия, да и святых отцов оставляет желать лучшего. Хотя бы немного. Прости меня, Господи, прости. Вот сказал это православный человек. И вот сказал прости Божию вначале. Сразу, значит, сознает себя грешником, что наговорил грех. Я как-то сказал, да и уже и пожалел. Говорю, прости меня, Господи. Ухватились за это дело? Вот смотри, вот пришел лицемер на Прощенное Воскресенье. И там меня обнимают митрополиты и прочее. Как они взъелись. Ну и смотри, вот прости. Пришел, только специально пришел тут наших смущать. То есть все повреждено, изоржавлено, истлевшее. Это паства, не стыдно ничего. И вот показать, какие у нас ресурсы. Смотрите. Вот мой мир. И в моем мире, вот где я в шапке. Вот это сюда приходите, пишите здесь. Здесь можно разговаривать. Вот я сейчас обновил. Что тут последнее? Занятие после богослужения. Вот сегодня я выставил два автозаписи. Так, Знамя Победы. Три, четыре, пять. Пять роликов сегодня. Раз шесть. Вот здесь люблю этот мой мир. Ну, очень удобный, красивый. И дальше. Православные форумы Игнатия Лапкина. И везде, во свете Библии. Видите как. Очень богатые форумы. Составлены так. Вот я сколько форумов везде заходил. Такого хорошего нигде не видел. Насколько легко. Темы, по темам. Любое выходит. Огромные темы. Полторы тысячи тем с лишним. И когда тема одна. Там вот даже здесь вот идет. А на одной странице вот эта. Пятьдесят. А их триста шестьдесят девять. Сто сорок две тысячи просмотров. Вот первое. Сколько ответов? Да, три тысячи шестьсот. Вот. Ну, то есть огромный-огромный. И дальше. Общий поиск искать. Зарядил. Сразу нашел. Православный видеоканал. Открытым оком. Во свете Библии. Вот здесь вот сегодня я выставил. Вот они идут все. У нас что еще есть? Я думаю, не... Ну, ни у кого. Почти уверен, что ни у кого нет этого. Вот здесь. Если нажать на главный. Вот здесь вот главная страница. Вот красно подчеркивается. То дальше выйдет. Жития святых. Мною насчитанное. Это ни одно, ни два жития. Вот сейчас только уже здесь. Сколько? Ну, 300, наверное, с чем-то. Воспроизвести все. Жития святых. Вот я нажал. Где-то тут должно быть написано, сколько. На каждый день жития святых. Вот я тут насчитанул. За 23 октября. Один добрый человек их решил по отдельности все выставить. Они у меня насчитаны на дорожку. Тогда было такое. На дорожку. Магнитофон. Магнитофон. Православный библейский сайт. Вот посмотрите, как он выглядит. Здесь проповеди. Здесь ответы. Здесь 50 книг аудио. Здесь мои 41 книга. И прочее. Люди, можно сказать, не считают, не знают это. Здесь тысячи проповедей. Вот проповеди. Сколько здесь? Сейчас я посмотрю. Вот откроется. 1136. Это малая часть там записал. Глушков Игорь, кто записал видео, аудио. Благословен Господь, даровавший нам такое сокровище. Ну а так-то дома сидишь. Какие события? Только что кто пришел и кому ответить. Вчера занятия были по скайпу. Вот день насыщенный такой. Если его перемежать, я советую просто. Ну опять сказать-то нельзя православное. Потому что у него ничего нет. Они завидуют и начинают вот говорить о себе. Ну я говорю, события дня, события в моей жизни. Это вот главное счетки. Три святоя и сто поклонов. И не менее семи раз в день. Что ты поделал? Опять помолился. Поделал? Помолился. Можешь больше. Но семь чтобы было. Не считая утренне-вечернее правила. И у тебя день весь заполнен. А пенсионерам делать-то нечего совершенно. И вот они скучают. И никому не нужны. И все это зряшное. Большие пенсии выхлопатывают себе. У меня самая минимальная пенсия. Сейчас я даже не знаю. Все время было летом еще 6200, 523. Все. Другого спрашиваю рядом сколько? 18. И все время денег не хватает. Мы живем. И у нас все хватает. Потому что мы экономно живем. Во всем стараемся сэкономить. Вот я когда говорю, что... Вот сегодня считали мы утреннее Евангелие с толкованием. Каждое утро считаем. Я говорю, вот у кого так было? Такая жажда. Какая была у меня. И в армии был. В армии. И покупал брошюрки. Всегда две брошюрки. Где атеистические. Общество знания такое было. И тогда был профессор Осипов Александр Александрович. В Санкт-Петербурге. Это в Ленинграде. И он отступил. Профессор. И писал. И приводил выдержки. Из священного писания. Ну а я-то их не... Я Библию в руках не держал. Но вера была. Вот он нападает. И приводит эту выдержку. И потом опровергает. Лево Кассиль. Там было такое забавное. Евангелие. Губельман этот писал. Ярославский. И все это умышленно. Я брал две. Вырезал эти строчки. Где написано библейское. Я знал какая-то сила в них. Я считаю. И он нападает. Я вижу. Он не может опровергнуть. А с другой стороны. Тоже божественно. Я тогда в другой брошюрке. И потом наклеивал их. Ну у кого так было? Что по крупицам собирать. Не было у меня Евангелия. Я это встречу только после армии. В 62-м году. В 62-м всего лишь только. То есть все было необычно. А сегодня Евангелие везде. Даешь, раздаешь. Вот наши воскресенья идут, раздают. И не нуждается сильно народ-то? Еще тем более сейчас такие. Этот пакет законов. Яровой. Не разрешает делать, раздавать, даже говорить. Ну у нас Евангелие сейчас. Красное четверо Евангелие. По благословению патриархи Кирилла. Вот. Кроме того у нас справки есть что ли зарегистрированные. У каждого идет. У каждого справка на руках. То есть официально. У нас закон не ущемил как бы. Все осталось. Но народ-то какой. Это же все священники. Рядом храм. А вы сектанты? Сектанты. Это уже дворкинская блевотина. Расползлась по ядовитая страшная отрава. Ничего не знает. Стоит курит. А вы секта? То есть Евангелие, Библия, страх Божий, благословение. Все заменено словом секта. Люди ничего не запомним. Секта. А он нет. Почему? А он к батюшке ходит. Ну вышел, папиросу потушил. Исповедался, причастился. Опять подобрал. Окурок закурил. Вот так. Сохрани нас Господи и помилуй. От того что все покрыто ложью. Вот Сатана говорит. Человек-убийца и лжец. Вот главное это есть. Умертвить. Не дать Евангелия. Вот этим он и трудится сегодня. И ложь. То есть оболгать. Если знает истину. Ну такие вот. Тут ролики-то у нас. Золото. Все с писанием. Володя колет чурки. И написано. Даже колоть чурки нужен талант от Бога. Заголовок. Вчера заходит один. Матерится. И на три буквы, и на пять. И куда угодно посылает. Просто совершенно ошалевшие люди. А почему? Он исповедуется и причащается. Он не сектант. Нет. Он просто человека-бес. Его превратили таким. Ян Златоуст говорит, сравнивая с животными. Ни одно животное не может устоять в сравнении. Это все лучше. Устоять. То есть как? То есть по обвинению от человека. Даже сравнивать с демоном. Человек хуже демона. Демон не сребрали убиев. Не блудник. А человек на все на это идет. И священники-то знают, что такая паства и есть. Эти абортницы. Эти наживают детей одинокие. О чем четко, ясно произнес Степаненко Максим. Дай Бог ему здоровья и спасения. И все, свалили. И выбросил у архиереи там с какой-то должности и прочее. Но это так и есть. На букву Б назвал их всех. Но если она покаялась, тогда вопрос другой для Бога. То есть они защищают. И как они кинулись на него все. И он сразу архиерея. Как-то встал бы на защиту, открыл словарь, показал. Ну, заряди википедию-то. Посмотри, что это слово означает-то. Говорить нельзя. Это цензурное слово. Оно не является несензурным. Нормально. И так и написано. В славянской Библии бледословие. Это слова такие. Что они означают? Там ересь, отступление, развратная женщина. Если одинокая, она живая дитя. Неизвестно там от кого. Надо учить людей-то, чтобы они знали, какая ответственность. Ну, вот все события за один день. Благословен Господь. Аллилуйя.